и так приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет сегодня у нас о 29 октября 29 октября и сегодня в принципе за бортом уже плюс 14 градусов принципе немножко теплее чем вчера ну что мы с вами немножечко прокатимся проверимся посмотрим что есть интересного происходит вот как бы так ну и вот здесь у меня общая знакомая общая знакомая да блин тебя знаком так бабушки но ничего страшного блин надо со всеми здороваться правильно потому что этот шпиц который она просто любит и обожает этот шпиц всегда мне дается и свои погладила в общем нормально очень хорошо отношусь значит так сегодня суббота до суббота гребаные таксисты сегодня суббота а это что означает это означает что сегодня и завтра должна быть хорошая погода и знаете что кто-то из вас скажет макс ты ванга скажет макс ты там волшебник макс ты еще что-нибудь пару дней назад дня 4 назад я вам рассказывал про сочи про разные моменты которые стоит ждать сочи я вам рассказывал пример что мне не нравится сочи не нравится пример всякие бюрократии там подобное объяснял почему сейчас еще 8 8 тысяч гектаров ушло непосредственно но как бы сириусу да это все рассказывал почему это двигается так далее но и многие так скептически отнеслись и там же я рассказывал вам пример про бюрократию сочи что даже москвичи ничего с этим сделать не могут я вам рассказывал пример про то что по всем по всем городам россии россии открываются женские консультации потом бесплатные потом с самым современным лучшим оборудованием так далее и в сочи это женская консультация не может открыть открыться уже точнее на протяжении на протяжении трех лет да ну не дают и все хотя лоббирует этот проект просто одна наверно из самых влиятельных женщин ну как бы россии и там все что-то сказал и так далее а вот теперь я не знаю то ли они услышали как бы увидели мой видеоролик или еще что-нибудь и теперь говорят в торжественной церемонии которая состоялась 28 октября то бишь вчера участвовал министр здравоохранения краснодарского края евгений филиппов генеральный директор фонда социальных культурных инициатив сергей смирнов генеральный директор фонда белая роза юрий колбасюк и представители администрации города это значимое для нас событие которое прежде всего связано с одной из задач демократической политики повышение рождаемости ну да 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 центр женского здоровья белая роза это федеральный проект фонда социально-культурных инициатив всего в различных городах россии открыто 18 подобных медицинских организаций в сочи благодаря президенту фонда социальной культуры светлане владимира вне медведевой жене медведева вот как бы так открылся очень важный для наших женщин короче фишка заключается в том что все женщины обслуживаются там абсолютно бесплатно но соответственно уже клиника да это получается они берут и уже выбивают деньги со страховщиков соответственно со страховщиков да со страховой компании выбить деньги гораздо проще и гораздо легче например чем на любой другой компании но даже даже этот фонд по сути три года уже было все готово было закуплено оборудование были приглашены самые лучшие врачи со всех регионов россии которые просто так полтора года здесь находились сочи за них все оплачивал этот фонд так далее но и не могли приступить к своим непосредственно обязанностям вот как бы ну ребят чтобы вы это понимали и при условии что даже то что этот проект там не какой-нибудь там не за этом к никому там коммерсанты и так далее да а это как бы все-таки московский проект как бы жена бывшего президента российской федерации и даже даже они не могли побороться с местной бюрократии понимаете это касается и с разрешением на строительство то что я все описывал про город сочи в двухчасовом ролике все это есть соответственно тут скажет макс ты ванга нет я не ванга я просто много знаю кто из вас теперь еще сомневается что будет зачистка первых 500 метров в адрес а кто еще из вас сомневается чтобы это пойдут под снос эти все гостевые дома пойдут в эти всевозможные квартирники которые были введены по суду потому что там нет земли предназначена изначально домов которые строились по фазе 2014 кто из вас еще сомневается что адлер не тронут я говорю тронут потому что два город громадных отеля должны построить радисона первый отель будет это на территории школы которые там есть в нижней медицинской дизельности а вторая 2 это возле возле огонька насколько я знаю радисон там посмотрели для себя хорошее оптимальное место напротив чайка ой напротив пляжа чайка кто из вас еще сомневается а вот так вот слушайте меня и кто из вас думает что у кого-то сейчас есть то миллион 2 у кого-то 3 у кого-то 5 у кого-то 6 миллионов и кто из вас еще сомневается что вы останетесь с голой сракой в течение двух-трех месяцев а я говорю деньги будет ничто даже со вчерашей новостей я могу сказать одну простую вещь а вообще новостей не озвучил что сейчас у нас все зачем-то хотят заменить 100 рублевую тысячную купюру думаешь нафига их менять да он взять например те же самые доллары да у кого-то там взять его доллар но не менялись не менялись по 30 по 50 по 60 лет ничего страшного нет то же самое с евро а у нас просто грядет это мне уже сказали у меня друзья учатся в сколковой сейчас мы с ними общались и все идет к тому чтобы сейчас была замена денежек как это было 90-е года до нашей эры да когда соответственно старые деньги перестали как бы существовать как старые деньги а новые деньги еще не успели напечатать все делается для того чтобы соответственно народ нас потихонечку расшевелился очень я вчера проходил сюда вот в догомысь например там требуется туда требуется сюда требуется то требуется все и так далее понимаете но реально как бы народ не готов идти потому что кто то есть заначки там подобное ну как бы знаете необходимости при петух жареный в жопу не клюнул чтобы там делать поэтому скорее всего судя по тому как у нас продвигается судя про то что просочилась информация про замену тех самых например тысячных 100 рублевых купюр нет это будет немножко по-другому это будет замена всех денег это будет у нас аля вторые 90-е которые были 32 года назад и скорее всего все это будет опять то же самое того чтобы люди немножко стали двигаться потому что сейчас эти деньги которые есть у населения они никак в экономике страны не участвуют и соответственно сделать все возможное невозможное чтобы соответственно немножко взбодрить кто в этом еще сомневается а так конечно же поздравляю я поздравляю с открытием с открытием даже реально круто да когда в сочи открылся самое печальное почему так долго тянули понимаете в москве открыли санкт-петербурге открылись в кемерово открылись до красноярске открылись новосибирске открылись везде открылись а здесь хоп-оп-оп и все вот так и это касается всего в сочи не только вот этого да если даже медведева не могла до там добиться открытий да уже все было готово все как положено и так далее что там говорить например про там те же самых там застройщиков и тому подобное и поэтому вот у нас сириус прямой причине москве чтобы таких вот форс-мажоров конечно же больше как говорится не было газманов успокаивал свою душу в отпуске в сочи и он блин я в сочи так классно как кайфану как раз сигнал женщина уважаемая так что даже социальным сетями куда не пользовался этот метам все за затролли почему твой сын в армии не идет почему-то потом почему все то что не в армию на войну и почему нет а закладчица в подгузниках ребенка перевозила мефедрон сочи но блин оказалось что у нее там телефон на этим бывает такой закладчики да берет там как бы по дурости херак херак разбил не тот телефон в другом телефоне где эти фотографии были остались и так далее и все ну и в общем повязали ну думали что раз ребенком значит никто ничего не будет как бы обращать внимание но как говорится хрен там плавал кто-то ее сдал из своих вообще она потом сказал ребят вы извините это не моё это я хотела передать своему любимому риэлтору который приехал в дубай который сейчас скрывается с россии где если в россии вернется он сразу ну как бы как минимум на пять лет в тюрьму да как наркоман я ему хотела передать вы понимаете он там мучается как бы в дубае это все будет ну понимаете вот я для него старалась что это он во всем виноват я буду он же под следствием ну да под следствием вы же знаете ли что человек под следствием может спокойно раз вверх другую страну вот и все год это же россия это россия ну все вот как бы так ты чего это буду ничего будет он продолжает работать риэлтором и для того чтобы найти накладить себе на дозу он продолжает обманывать наивных наивных бабусок и дедусок и молодежь продавая квартиры такое в этом в дубайске вот так на что бывает мать не знает отец не сдаст но как бы ничего страшного там нет ребят ничего кажется сам выбирает я лично вот за то что вот например тут и там увидели например это закладчика да или там вот этот перенос безрайцем женщина мужчина с ребенка без ребенка я вообще считаю что просто нужно просто показательно знаете прям сразу вот полицейским дать добро что просто в лоб стреляли и все чтобы они наших детей там за внуха кафе не подсаживали на эту дрянь и все я реально вот я вот за за жесткий я за лютый как говорится расстрел я вам серьезно говорю вот залет и блюд и расстрел потому что наркотики это зло медпункт на колесах но на колесах это ну на настоящих колесах а то подумайте нет ну на настоящих колесах обследуют эвакуированных краснодарский край жители херсонской запорожской области а в сочи началась оранжевая лихорадка что такое оранжевая лихорадка это не когда вот иванушка там выступает да рыжий нет это когда начинает тащить с абхазии мандарины кстати как бы как бы это глупо не звучало но абхазии мандаринки классные вкусные один сад где били детей удалось закрыть но со второго раза потому что что потому что бюрократия потому что взятки откаты и так далее если у нас человек который под следствием умудряется переехать спокойно в дубай да как бы затем статья такая тяжелая за хранение распространение наркотиков спокойно улетает дубай если у нас застройщик умудряется не знаю там взять и сделать ноги чуть бы там не зала суда ну знаете если даже происходит то о чем то можно говорить про простых обычных смертных вот как бы так поэтому волшебная страна особенно город сочи как бы и поэтому москвичи сейчас и загробоваться ну и конечно же сейчас это на все на уровне слухов скоро территория сириус будет до догомыса а дальше уже пускай это будет тот самый прекрасный сочи соответственно до догомыса и все берет задним здесь односторонное движение задним уходом берется и сдает блин это водитель такси они просто не бесит если честно так ладно едем с вами дальше краснодарском крае можно прикрепиться поликлиники не выходя из дома но это прекрасно а в сочи построит аналог американской кремниевой долины как вы думаете где это будет строиться аналог американской кремниевой долины все правильно говоришь мальчишкам этого кремниевой долина будет находиться у нас между адлером и между соответственно между красной поля соответственно то самое место где сейчас восемьдесят восемь тысяч гектаров у нас пришло к сириус соответственно сделать то же самое аналог того что там будет самые умные у нас непосредственно люди там был соберутся айтишники так далее это уже все проекте и так далее и скорее всего это будет в районе казачий брод и до красной воли вот именно это место будет мы как заявляет что у нас не очень будет аналог до американских кремниевой долины а будет все гораздо лучше и будет все гораздо круче но реально в разы будет лучше и в разы будет ну как бы я рад что у нас сейчас появляется те самые толчки для того чтобы происходило мягко говоря плотворное развитие на как бы всегда вот например что-то плохое в стране и в мире дает толчок так бы даже не подумали а так учитывая что там как надо сохранять своих тех самых айтишников тому подобное раз и сделали хорошо хорошо все конечно базируется на сочи а сочи будет температурам качать на температурах качелях то холодно то жарко то холодно нужно то жарко сочинский врач назвал способ как избирать инсульта он сказал ребят перестаньте смотреть новости про войну перестаньте смотреть всякую дичь всяких там соловьевых тому подобное перестаньте это херней страдать я рекомендую всем вам смотреть максима коломейцева хороший позитивный парень просто красавчик и у вас никогда в жизни не будет ни инсульта ничего он реально сам по себе позитивный а если вы будете свой фокус направлять на этот всякую ерунду как бы смотреть то конечно же сдохнуть и раньше положенного срок вот как бы так и даже супер крутая женская консультация ни одного мужику не поможет ну правильно правильно и все ладно жди тепла обнародован график топительного сезона сочин это вообще неинтересно потому что большинство сочинцев нормальных сочинцев есть визуальный газ в котел и у них всегда тепло в доме постоянные временные неудобства жительницы короче жительница рассказал что ей не нравится год ягодит красивая обалденная девушка реально где-то просто секси я каждый раз с быть и бегаю там до морского порта а это туда обратно шесть-семь километров и чего вы думаете ведь я не знаю где ждать сюрприз момент ну потому что там то перекрывает что-то еще что-нибудь поэтому у меня это бесит понимаете ты бежишь там раз какой там перекрыли ни с того ни с сего и так далее и это мне не нравится тепло надо не нравится да а еще как не бесят лошади такие все какие как ложки но эти как люди лошади на нее хоп на нее сможет как бы больной смысле как люди лошади это же только было в трени мифологии когда ходили в это например вот египтяне добить человек это с головой лошади или с головой там не за волк там дольта не да не 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 лет как тут вы выдает мальчишка перекурил нет другое гай вот которая переодевается в лошадей гает ну в лошаде переодевается и хоть представить чтобы чтобы там сарафировать вот они этому бегу бы и тоже присутствует я ведь не подлогает бесит репортеры да ничего страшного будет ночью не обращай внимание тут ученики навязчивые так далее я же чувствую что будет это лошадь это хочет меня трахнуть понимали но я-то не хочу говорит что меня трахнула лошадь я хочу ну что ко мне прислал нормальные обычные мужик а мужики как нормальные простые обычные когда видят что я бегу спортсменкой у меня там как бы все вспотело там все показывает то что я хочу познакомиться они боятся понимаешь потому что все мужики конченые сакуны они боятся подойти познакомиться но когда они переодевается в лошадь тогда они полностью как бы под костюмом одни готовы сделать шаг а я не хочу говорит общаться с лошадью хочу с мужиками а мужики горит конченые трусы вот так поэтому завтра с утра вот эта девушка которая так сказала пожалуйста но найти меня напиши мне скажи во сколько ты будешь на быть и белый я специально пойду туда тоже надену трусы надену майку и возьму просто не в виде костюма лошадь я возьму к тебе и пристану тем более так себя классно разограммировала так себя классно описала все вот прям скажи вам максим завтра буду бегать в такой такой я буду там например там в белой прозрачной маечке без лифчика и там в эротических коротких шортиках о все я тебя пойму все возьму сделать и комплименты подкачу и так далее но я ничего делать не буду потому что нет я не такой да я не такой на словах только немножко и все но от меня больше не дождешься нифига себе увидели офигеть прикольно прикольно ладно красном крае увеличили период продажи каждого увеличили период продажи алкоголя дофига ну конечно да лучше в принципе убереть от алкоголизма чем от инфаркта согласен да поэтому лучший народ пускай бухает выживает как могут россиянец купили успокоительных на 19 миллиардов ребят смотрите максима коломейцева и будет как говорится вам счастье ну чё хернё это страдаете какие могут быть успокоительные ё-моё вы сначала покупаете успокоительных 19 миллиардов а потом мужики покупают на 22 миллиарда возбудительных понимаете потому что он уже даже девушки говорят что там на нее даже мужики не реагируют но вы ребята конечно конечно молодцы я тоже плохо сплю я скажу честно я прям хреново сплю но это не я что надо садиться на эти таблетки так далее сначала успокаиваетесь вот этими таблиточками а потом вы вас данилка научит что нужно употреблять понимаете и как избежать всего жительница сочи устроил дп из-за приступа эпилепсии под этим смеяться не будем ну в общем все вот эти все основные новости у нас но реально основные новости сегодня кстати я для вас да кстати мы сегодня сможете посмотреть 2 2 квартир которую можете снять долгосторочную аренду догомесе одна из них находится жилом комплексе 4 в другом комплексе жилой комплекс босфор плюс я еще для вас снял квартиру в жилом комплексе босфор которую вы можете купить но тоже хорошая квартирка так далее все это сможет а еще ребят я вчера взял и погулял в парке точнее в парке я погулял по на на набережные догомысы я удивился заходящий год догомыс это единственный микрорайон куда вкладывают огромные деньги понимаете такое ощущение потому что такую красную набережную там так все все стало цивилизованно уже не он не похож никакой колхоз просто чем прогулялся снял 4k сегодня опубликуя сегодня в планах еще прогуляться у меня в олимпийском парке кто-то мне давать комментарий ты не прав ну вот так примерно мужик ну такая мужик истеричка но я же вижу по почетку все нормально с пляжами все хорошо серьезно что ли хорошо я возьму прогуляясь в олимпийском парке особенно где отеля редисон блюю и покажу где что у нас осталось от пляжа вы сейчас можете сегодня посмотреть что из себя представляет пляж и набережной в догомыси а потом сравните с пляжем и набережной в прекрасном адлере да в сириусе там где у нас находится пятизвездочный отель редисон блюю вот как бы так все же такие все вот неверующие все приходится с этим тоже не верили так далее в общем поздравляю я все-таки что для сочинцев открыли он человек самый счастливый он идет все машет красавчик он ведь музыку слушает вот это да вот я иногда вот таким людям прям завидую понимаете завидую серьезно потому что куда не пойдешь везде эта тема по и политикой везде там это война 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 и так далее поэтому много чего для вас хорошего сделаю и конечно же сегодня я в центре сочи вам сниму квартиры которую можете купить за 2 миллиона 100 самое интересное там еще и проходит ипотека почта банка я вчера познакомился с этим застройщиком мы с ним поговорили все хорошо обсудили в общем за 2 100 это такой скажем антикризисный вариант квартиру в сочи в центре сочи за 2 100 я считаю это просто шикарный вариант а боюсь опять что будет примерно то же самое что позавчера этом пытался доехать до одного комплекса показать вам горячее предложение а его уже по дороге у меня купили когда соответственно я это выложил в инстаграм поэтому саграме конечно же у меня появляется все эти квартиры предложение горячее гораздо быстрее вот как бы так вот так как бы так ну и в общем все теперь что касается в общем да ценовая по ценовой политике цены потихонечку растут при всем том что есть определенная стагнация но стагнации есть просто у охеревших те которые по нормальным адекватным ценам продают у них стагнации нет у них сделки проходят а те которые там нафантазировали себе что они могут постройку из аля хрущи продавать по 450 тысяч рублей за квадрат метр но я не буду говорить да где это но вы сами знаете они конечно же сейчас жестко просили да а вот там где у нас современные красивые дома и более-менее нормальный адекватный ценник хоть и выше чем в прошлом году на 30 процентов все равно там люди покупают вот как бы так вот как бы как бы так ну что мы с вами сейчас доедем немножко все сделаем кстати по поводу того что сервис очень не очень хороший я с вами абсолютно согласен например вот например специалисты да вот например в то же самое например вот здесь парикмахерская есть но они реально крутые специалисты все там да там парень нормально подстригает все но администратором и еще там пару человек до пару женщин да как говорится они такие такие негативные но от них так и такие хамоватые что даже не хочется туда идти поэтому я вот теперь больше конечно там подстригаться ну реально как бы такие такие ты думаешь блин но я все прекрасно понимаю ну как так может себя девушка вести не буду говорить там есть одна девочка очень хорошая хотя она с украины делать ногти она прям реально такая культурная красивая классная такая вся а есть там еще одна дней там три такие интересных других девушки но не с украины да как бы и они конечно же там блин просто жесть такие хамки я просто в шоке и даже вроде вроде пацаны нормальные хорошие все ну вот просто не хочется вот окунаться вот эту вот эту атмосферу хамство поэтому я конечно же в свою очередь тоже вам всегда говорю где мне нравится где мне не нравится например вчера я удивился что в догомысе в столовой я поел на двадцать пять процентов дешевле чем например в столовой который находится в поселке мирный вот я могу сказать сейчас сто процент уверенностью что если хочется бюджетный вариант отдыха да но не хочется отдыхать в заднице в заднице сочи это не хочется вам отдыхать в лоу там в лазаревском там головинке так далее туда гамыз это обалденный для вас вариант соотношение цены качества цен на продукты я вчера посмотрел на рынке сколько стоит помидоры и огурцы я просто обалдел я просто обалдел там цена конечно же как бы ну просто женщина взяла кинул автомобиль который называется хады же плюс представляете просто бросил автомобиль там все этом сигнале объехать не могут прикольно прикольно уважаемые женщины вы знаете как бы на дороге все равны и мужики и женщины и красивые и страшные и убогие и помазанки божьи понимаете все равны но не будьте вы свиньями честное слово всем добра и пока